Есть такая поговорка, что если ты хочешь понять, как будет выглядеть твоя избранница спустя много лет, да, посмотри на ее маму, да, вот если ты хочешь понять, как будет выглядеть твой дом или твоя квартира, которую тебе сделает дизайнер через год или через два, посмотри, как он сам живет. Ну, в этой квартире я живу уже 6 лет с лишним и приехал сюда из центра, все говорили, как же ты будешь жить не в центре, потому что я привык жить с видом на Кремль, на Храм Христа Спасителя, но здесь, на Воробьевых горах, есть свои преимущества, потому что летом можно кататься на велосипеде, гулять, зимой здесь тоже красиво, здесь парки, здесь вокруг природа. Эту квартиру я делал очень не торопясь, в общей сложности я ее делал 2 года, в ней достаточно много сложных решений применено, которые требовали времени. Привожу сюда клиентов и показываю им, и, в общем, обычно это как-то заканчивается каким-то позитивным продолжением, потому что, ну, я думаю, что люди понимающие, они видят, что если дизайнер сам, он как бы живет в неопределенной среде гармоничной и созданной, как бы продуманно с пониманием дизайна, то есть нет ничего случайного в этом, то, наверное, его подход как бы и в отношении его проектов такой же, да, то есть когда человек, например, создает красоту, но сам живет в каком-то очень замусоренном визуально или не сделанном как-то пространстве, ну, мне кажется, это может вызывать вопросы, типа, а что же он сделает мне? Ну, вот входная дверь, а на самом деле это просто такая моя фантазия, потому что вместо той панели декоративной, которую всегда ставят на выбор, скажем так, клиент или дизайнер, я поставил прозрачную акриловую панель, и поэтому видим весь механизм, он такой же, как в любой другой двери, но кажется очень внушительным. А под вот этим прозрачным пластиком здесь постер оригинальный американский, купленный на ebay, он был издан к Московской Олимпиаде 80-го года, скажем так, против проведения Олимпиады. Здесь есть решения определенные технические и дизайнерские, необычные. Это вот рельефные стены, да, это гипсовые панели, которые по дизайну определенному, там, на мой выбор, да, или на мой вкус создаются, монтируются, потом дотираются бесшовно, получаются вот такие гипсовые стены из натурального гипса, рельефные, тактильные, приятные на ощупь, необычные. Это двери под окраску, тогда это было совсем новое. Это было новое решение и довольно-таки, ну, нетипичное. Многие удивлялись, учитывая то, что особенно, когда ты понимаешь, что эти двери стоят столько же, сколько стоили бы двери, там, например, облицованные, там, шпоном ореха, да, или так далее. То есть вопрос зачем, да, но за тем, что они создают особую эстетику, эти двери. Гостевой санузел – это такое место, где можно оторваться, где можно что-то сделать такое, что выбивается, в принципе, из всего интерьера, потому что все-таки эта вещь обособленная, и потом она немножко такая шоу-стоппер, да, то есть приходит гость, идет мыть руки, и он – вау, что-то необычное. И если вот посмотреть еще в эту сторону, здесь мы видим, например, стеллаж, который сделан по моему дизайну. Сделать самому проще, когда ты хочешь вот так вписать это идеально в проек. И здесь применены материалы, те, которые я использовал по всему дому, то есть белый глянцевый лак – это один из моих любимых вообще, одна из моих любимых отделок. Орех – это тоже один из моих любимых материалов. На полу тоже орех, здесь орех. И вот это вот матовое белое золото, покрытие на кориановых сферах. И вот, собственно, оборудование, которое нужно было, чтобы изготовить такие штуки, его привезли в Москву специально для того, чтобы мне сделать заказ. Потому что я сказал ребятам с депона, ну, слушайте, Гайс, если вы это не сделаете, то, значит, просто, ну, как с вами работать дальше, значит, вы не можете. И уже это была такая, знаете, это был вызов. И им пришлось организовать так, чтобы это сделать. В Сан-Себастьяне в Испании целый университет построен из таких стеклоблоков. Можно себе представить? Внешние стены. Потому что они и свет пропускают, и они и тепло сохраняют, и они крепкие, как кирпичи. Но это все, в общем, наследие в какой-то степени функционализма и модернизма начала 20 века. И мне хотелось это использовать, потому что я модернист по убеждению. По столу, когда сидят гости, да, иногда это хорошо, потому что все друга слышат лучше, чем обычно иногда. Если кто-то кому-то что-то на уху шипнет, то могут услышать все остальные. Поэтому здесь есть свои нюансы. Но, тем не менее, это интересное пространство. То есть это ротонда такая, круглая, из стеклянных вот этих стен, которая выполняет несколько функций. Здесь проходы достаточно широкие. Можно ходить туда-сюда, и наличие обеденного стола не мешает. И даже, в принципе, здесь есть такая небольшая хитрость. Круговое движение вообще в любом интерьере, оно вызывает подсознательную симпатию, как бы, большинства людей. Мне нравятся такие истории. Они добавляют такие элементы игры в интерьер. А в интерьере должны быть элементы игры. Я теперь не могу интерьером, где все, как в каком-то, знаете, этом колонном зале Дома Союзов. То есть вот стулья Вернера Пантона, да, от фабрики Витра, светильник Артишок, от фабрики Виспульсина. Они появились здесь не случайно. И даже вот там стол Родольфа Дордоне для Миноть, он тоже не случайно. Хотя, казалось бы, это просто стол. Но мне нравится ощущать себя в окружении тех людей, которых я уважаю, ценю и люблю в дизайне, в той области, которой я занимаюсь. И они для меня, словно, ведут диалог в интерьере. И люди, которые первый раз приходят, садятся за стол с какой-то опаской, потому что они думают, что это вообще пластик. Это не пластик, как бы, это немножко другой материал, да, вспененный, еще пришедший из середины 20 века. То есть это не так все просто. Нельзя просто обозвать себя пластиком. И это материал, который, во-первых, он теплый и приятный. Во-вторых, стулья, они немного опружинят под тобой. Они анатомические формы. То есть, честно говоря, никто не хочет потом с этого стула встать. Я спроектировал вот такие подушечки. И сделан шов посредине, чтобы... И такой вот материал, такой глянцевый винил. Для чего вот этот шов? Чтобы они... Мы проводили несколько экспериментов с фиксильным ателье. Чтобы подушки прилипали как бы к стулу. Чтобы они не лозили. То есть это фактически мог бы быть даже какой-то, знаете, запатентованный дизайн подушек для стула Pantone. Ну, а вот что касается артишока, то он вообще отражает во многом мое представление о правильном свете, да, в этой люстре. То есть у нее никакая не увидишь лампочку, никакая не увидишь пучка света направленного в глаза. И при этом, в общем, я считаю, что этот дизайн, он является, ну, как бы совсем вне времени. Мне очень нравится еще вот это кресло. То есть здесь, на самом деле, можно скачать вот этот плед. И да, и как бы я люблю в этом кресле сидеть тоже. Оно такое необычное тем, что оно как коконки. Сидишь в нем, как в фильме про космический полет. Те кресла, которые стоят в библиотеке Барселона, Мисс Вандерой, на них мне нравится читать. Вот они не очень подходят для какого-то там домашних посиделок. То есть они достаточно формальные. Почему это так любят ставить в офис, в банк? Потому что на них ты сидишь вот так. Но когда ты сидишь вот так с книжкой, ты лучше усваиваешь книжку. Да, ну здесь такой, в общем, красный уголок. Потому что, во-первых, здесь одна из самых странных картин, которая у меня в интерьере имеется, купленная когда-то на Арт Москве. Вот с этими очаровательными виниловыми персонажами. И мне очень нравится двойственность, с которой придет эта картина. Сочетание такой-какой-то темной эстетики винила и светлого какого-то чувства, которое читается на лице. Так или иначе, самое важное здесь, наверное, это вот работа моего друга Владимира Клавиха. Это фотохудожник знаменитый, можно сказать, потому что у него очень много поклонников. И у многих людей, даже из тех, которых я знаю, в интерьерах 50-го работы. Вот это в технике Глумизе, это такие московские купола. Такая работа немножко с каким-то таким приятным мне уклоном православным, скажем так, поскольку я православный человек. А вот, например, вот эта ваза из красном лаке, в этом китайском, там, по-моему, 11 или 12 слоев лака, она из цельного дерева сделана, она очень тяжелая. То есть, если вы пробуете ее поднять, вы увидите, она неподъемная. И она, я когда-то ее привез в Майорке. Причем ее нельзя было взять багаж, потому что я боялся, что она треснет. Вот вы хотите верьте, хотите нет, я уговорил поставить коробку с этой моей вазы в кабину пилота. И она летела в кабину пилота, да, из Испании, в Москву. А здесь вот это, как скажем так, ну, часть, и даже, наверное, можно сказать, небольшая часть моей коллекции белого глазурованного фарфора немецкого. Это все средина века, это все медсенчери, это все где-то, ну, не совсем медсенчери, чуть позже, скорее где-то 60-70-е годы. Я очень давно на eBay, и я сделал там просто, ну, не знаю, там, наверное, ну, точно больше сотни покупок, как бы, да, и сколько-то точно не помню. И большая часть этих покупок это вазы, как ни странно. Ну, вот, разные, маленькие, большие, но я очень люблю, я их собираю, и они у меня везде стоят, вот везде, 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 везде. В ванной комнате здесь, в общем, есть все, что нужно для ванной комнаты, ванна, душ, метаз-биде, двойная раковина, все, чтобы было удобно и для нескольких человек одновременно. Одна из стен украшена мозаикой, остальные керамогранитами и покраской, то есть здесь сочетаются разные отделки. Опять-таки, немножко ломается, прийти в ванной комнате, как комната, которая должна быть вся облицована по каким-то материалам. Это очень приятно, на самом деле, стоять на деревянном подгоне. Это создает ощущение какое-то похожее на то, когда ты принимаешь душ где-то на отдыхе, или в какой-то там, не знаю, деревянной хижине, или в какой-нибудь там кабане, да, или где-то ты там, душ, какая-нибудь соломенная крыша, как будто бы головой там, или что-то еще. То есть это комфортно для ног, а потом это не скользко. В дизайне детали важнее всего. Вот это тоже важная деталь. Когда я проектирую, например, душ, как бы, да, для проекта, я всегда обращаю внимание. Если это поддон, то я всегда проверяю, как этот поддон, по ощущениям, когда ты его трогаешь, особенно, когда ты его трогаешь влажно. То есть я все эти вещи отслеживаю и смотрю, я никогда не делаю ничего просто по картинке, да, потому что люди живут не в картинке, люди живут в реальной жизни. Редактор субтитров А.Семкин